Всем привет, друзья! Сегодня мы снимаем небольшое интервью, надеюсь оно получится максимально информативным и не очень растянутым. У нас в гостях коренной петербуржец, хороший человек, интересная личность и создатель табака Соколовский Илья Соколов. Всем привет! Привет, Андрей! Спасибо, что позвал на интервью. Привет, Илья! Очень рад здесь присутствовать. Очень рад, что ты пришел. И сегодня мы будем говорить в основном о твоем продукте. И первый вопрос, который я хотел бы тебе задать, как вообще появилась идея создания и как ты выбрал название продукта, почему он называется именно Соколовский и как это связано с твоей фамилией? Идея названия, на самом деле, она не так сильно сопряжена с моей фамилией, как скорее то, что мне просто нравится птица сокол, понимаешь? Это такая сильная, мудрая птица, которая летает высоко, парит. Она, это образ свободной птицы. И он сопряжен с процессом курения табака, потому что образ свободы, образ курения человека, именно вот парение, парение табака. А второй момент, это все-таки, конечно, моя фамилия, но в основном, конечно, все-таки Сокол. А моя фамилия выступает, указывая о том, что это авторский проект и авторский продукт. Кроме того, это высокий уровень вовлеченности тебя в процесс, как создателя, и высокий уровень ответственности, потому что ты отвечаешь за то, что ты производишь, ты отвечаешь за то, что ты делаешь. И ты не скрываешь своего лица, ты не стесняешься и готов рассказать людям о том, что и как у тебя вообще, в принципе, происходит. Илья, я знаю, что совсем недавно ты впервые в своей жизни принял участие в кальянном мероприятии, ты выставил свой продукт на Double Apple Fest. И скажи, пожалуйста, каковы впечатления, каков вообще фидбэк и какие эмоции ты получил от своего первого опыта в представлении публично своего продукта? Ты знаешь, очень классно, потому что для меня это новые эмоции, это очень прикольно. И мы очень старались, оборудовали свой стенд, пытались выдержать его в одной красивой стилистике нашего брендинга. И я получил очень много положительных отзывов. И получил отзывы как и о самом продукте положительной, так же и о том, как мы относились к людям и как мы старались с ними общаться. Мы делились с ними эмоциями, мы пытались их вдохновить на что-то новое. Кроме того, у нас у стенда стоял мольберт с холстом, и мы предлагали людям делиться эмоциями после того, как они пробовали табак Соколовский. И все желающие могли подойти, попробовать нарисовать маслом свои эмоции. В целом фидбэк был положительный. Многие люди возвращались по 3-4 раза даже на самом деле на стенд. И для меня это было удивлением, с одной стороны. Но с другой стороны, я испытывал гордость, потому что мой продукт заволновал чьи-то сердца, и он тронул кого-то. А для меня, как для производителя, это очень важно. И мы зарядились позитивом. Действительно, мы прямо зарядились. И это значит, что мы готовы двигаться вперед, и мы готовы развиваться дальше в этом направлении. Для нас это очень круто. Круто, круто. Слушай, я так понимаю, что как участник мероприятия, ты там был до самого конца, и наверняка ты видел то, что происходило там на сцене под закрытие. Скажи, пожалуйста, как ты к этому относишься? Какие это вызвало, опять же, эмоции? И что ты вообще думаешь по этому поводу? Ты знаешь, в связи с тем, что мы являемся все частью одной большой культуры, а именно кальяна культуры, то, что происходило на сцене, меня взволновало и тронуло. Искренне тронуло, как человека, который топит. Я не могу сказать по-другому, потому что действительно топит за эту культуру. И я ее очень уважаю и очень ценю. На фестивале проходили конкурсы, и люди пили воду из кальяна. Они много что делали, они пили воду, сколпы, они ели табак, вместо неположных для этого. Очень много было, ну, скажем, неправильно подготовленных, наверное, конкурсов. Садись, садись, нормально. Ты еще разочек давай. Да, отлично. Аплодисмент! Давай, давай, только не падай на спину, не падай на спину, я тебя умоляю. Бля, дымок пошел. Дымок пошел. У тебя есть сейчас уникальная возможность, дай руку. Поднимайся. У тебя есть уникальная возможность, становись тогда лицом. Знаешь, в чем заключается твоя уникальная возможность? Ты можешь показать жопу всему фестивалю. Готов? Давайте, очистим. Результат! Давайте, три, два, один. Я не вижу. Отлично. Там все хорошо, но на месте хотя бы расшелось. Мы хотим делать так, чтобы этот фестиваль запомнился вам навсегда. Да, все плохо. Все только для этого. Три! Поехали! И могли вызвать у людей какие-то другие позитивные эмоции, скорее всего. И гораздо интереснее можно было бы все выстроить на Double Apple фестиваль. Я не рассуждаю организаторов. Наверное, это их видение. Наверное, они думают, что это правильно. Но для меня, как для человека, который старается привнести с кальянной культурой творчество, энергию создания, энергию креатива, для меня это неправильно. Это тронуло меня. Потому что мы хотим, чтобы эта культура не загнулась. Мы хотим, чтобы эта культура развивалась и двигалась вперед. А происходит такое, что говорит о нас, как о недалеких людях. Ладно, пойдем дальше. Расскажи, как давно ты стал курить кальян и как много ты куришь на данный момент вообще? Пока что. Да, конечно. Ты знаешь, первый раз попробовал кальян я, боюсь соврать, но мне кажется, в девятом году. На тот момент это был Альфакер, Альганджа, Старбасс. Старбасс был на тот момент очень прикольный. Табак всем нравился, яркий, химозные вкусы. И курю кальян я довольно-таки часто. Я могу скурить в день, два, три кальяна, получаю удовольствие, могу расслабиться, отойти от мыслей, от каких-то, которые меня тревожат на данный момент. Когда я курю, я расслабляюсь и вдохновляюсь определенной какой-то своей частью. А может и целиком. Скорее всего, все-таки целиком. Да, я вдохновляюсь, когда курю кальян. Какой твой любимый табак? Конечно, Соколовский. Как я могу ответить иначе? Я творец, я создатель. Для меня мой табак, это мое лицо. До того, как ты создал табак? Я с большим уважением отношусь к табаку Танжирс. Для меня это авторитет среди кальянного рынка. Потому что американский вот этот табачный купаж, приятные натуральные ароматизаторы в смеси дают непередаваемое ощущение. Ты куришь и получаешь удовольствие. Потому что Эрик Хоффман, создатель табака Танжирс, в моем понимании, вложил душу в свое творение. Как и я теперь на данном этапе стараюсь вложить душу в свое творение. Поэтому для меня это авторитет, и я старался на него равняться, а вполне возможность создать что-то лучшее. Расскажи немножко о себе. О себе как о человеке, не как о создателе табака. Как ты пришел к этому? Чем ты занимался до того, как решил заняться производством табака? И какие мысли, какие факты, может быть, привели тебя вообще к этому? Просто коротко что-нибудь о себе. Ты знаешь, если рассказывать о себе, я бывший госслужащий. Даже так? Да, даже так. Я бывший госслужащий, я бывший работник силовых структур. Почему ты решил сменить так кардинальную род деятельности? Почему я решил сменить так кардинальную род деятельности? Наверное, это связано с тем, что это не до конца мое. У меня очень много друзей в структурах, я очень их люблю и очень уважаю. Но для меня это не мой путь. Это просто не мой путь. Каждый выбирает свой путь. Я почувствовал на определенном этапе, что это не мое. Это не близко мне, потому что я больше творческая личность. Я больше люблю креативить, создавать. А на госслужбе ты не будешь создавать. Ты должен подчиняться, выполнять приказы. Да, я со старанием выполнял свою работу, но я не чувствовал креатива. Я хотел что-то свое. Я хотел создать просто свое. Для меня это важно. Окей, окей. Перейдем уже непосредственно к самому табаку и будем разбирать его более детально. И в первую очередь скажи, пожалуйста, как происходит процесс создания упаковки? Как вообще приходят идеи? Как это рисуется? Как это оформляется? Расскажи поподробнее. Смотри, Андрей. Упаковка это всего лишь маленькая часть лица продукта. В моем понимании. Потому что для того, чтобы прийти к этапу упаковки, нужно было пройти сложный путь, который мы проходили. И начинался он, наверное, банально, как у всех создателей табака. На кухне с банками я что-то варил, что-то пробовал, что-то тестировал, заказывал табаки. И заказывал различные ароматизаторы из разных стран, пытался их мешать. Возникало понимание того, как это делать. Ты пойми, в процессе, конечно, очень много выведено эмпирических путев, но в течение двух-трех лет мне пришлось изучать и штудировать учебники по биологии и химии. Иногда я засыпал с мыслями о своей работе и просыпался и думал, что вот оно, как Менделеев, которому приснилась таблица, что вот я нашел решение, наконец-то, вот оно, я знаю, как это сделать. Но в итоге опыты, которые снились мне, они не всегда становились теми самыми. Да, конечно, что-то из них я почерпнул, но Менделеевым я, к сожалению, так и не стал. Но продукт я создал в итоге кропотливым путем. Если говорить о самой упаковке, то я неплохо рисовал в свое время, когда был, наверное, помладше. И я начал рисовать, творить креативно, потому что я хотел сделать что-то изысканное, потому что на рынке на данном этапе все упаковки, они схожи. Да, это консерватизм, это сильно, это интересно, но это не вызывает такие эмоции, как могли бы вызвать, допустим, картину. И в связи с тем, что одним из лучших в стране этих маркетологов и бренд-создателей является моя мама, она сказала, что это должно быть одной из составляющих твоей концепции. Это круто, это должно цеплять, и я решил, что нужно учиться. А в связи с тем, что в нашей семье не пройдет вариант того, что на халяву что-то ты нарисуешь, то мне пришлось ездить к своему дяде, который по случайному стечению обстоятельств является преподавателем Академии Художеств. И я брал у него уроки действительно маслом, и месяцами я учился рисовать. И для каждой линейки табака Соколовский я нарисовал как бы отдельную картину. То есть то, что изображено на пачке, это именно твоя картина, это то, что ты сам нарисовал? Да, это именно моя картина. Это на данный момент мы рассматриваем линейку глюк, об этом мы поговорим попозже. И это импрессионизм, как я его вижу. Поле цветущего табака в ярких красках. То есть так я, это мои эмоции, так я его вижу. Слушай, но ты на данный момент очень уверенно заходишь в кальяновую индустрию в Санкт-Петербурге, и я знаю, что на твоем табаке уже работают несколько заведений. Скажи, пожалуйста, как в 2018 году, насколько тяжело ворваться в этот рынок, какова конкуренция, и подстегивает она тебя или наоборот тормозит? Каково это вообще выйти на рынок в 2018 году, где сейчас такое огромное количество табаков и брендов? Ты знаешь, наверное, это было моей ошибкой, потому что 2 года назад или где-то 1,5 года назад у меня получился более-менее стабильный продукт. Но в связи с тем, что я перфекционист, наверное, по жизни, я не мог его выпустить на рынок, так как для меня это в корне неправильно. И на тот момент это была ошибка, скорее всего. Но люди и конкуренты выпускали продукты, какие-то были сырые, какие-то были готовые. Кто-то дорабатывал качество по ходу производства и приходил к конечному варианту. И на данном этапе выходить на рынок с повышенной конкуренцией сложно. Но это меня подстегивает, это очень интересно. И я знаю, что мой продукт займет определенную нишу, и я постараюсь это донести до людей, и я постараюсь, чтобы людям было приятно курить табак с колосски. И качество мы продолжим улучшать еще определенно, конечно. Кого ты считаешь сейчас своим основным конкурентом? Кого бы ты мог назвать? Ты знаешь, я не рассматриваю никого как конкурента, потому что мы все в целом едины те, кто пытается двигать кальянную индустрию вперед. Я просто считаю, что я займу свою нишу какую-то определенную, и на мой продукт найдется потребитель, которому понравится, который проникнется и который почувствует, что я хотел внести в создание табака. Давай перейдем к линейкам табака Соколовский. Расскажи, пожалуйста, какие представлены линейки, что они из себя представляют. На данном этапе представлена линейка табака Соколовский, называется она Глюк. Глюк – это композитор. Мало кто знает, наверное, что Глюк – это композитор. Вполне возможно. И мы постараемся ознакомить с его творчеством людей, потому что даже у нас на сайте представлено в линейке Глюк. Если вы зайдете на сайт Соколовский, табака.ком, кстати говоря. Ссылочки я укажу в описании. Если вы зайдете на сайт и перейдете в линейку, соответственно, Глюк, вы сможете насладиться музыкой композитора Глюка, а именно Орфея Евредика. Это очень глубокая и классная композиция. Кроме того, в ближайшее время я очень надеюсь, что мы запустим легкую линейку, она называется Есенин, и крепкую линейку, она называется Ренуар. Соответственно, Ренуар в честь великого художника французского и Есенин в честь просто безумного творца стихов, которые полны русской души. И это очень близко для меня. Лера, скажи, пожалуйста, из чего сделан твой табак? Какое сырье? Какие ароматизаторы? Где ты их берешь? Глицерин? В общем, чем подробнее, тем лучше, насколько это возможно. Расскажи, пожалуйста, что мы курим? Смотри, в табачный купаж входят целых три сорта табачного листа. Это непосредственно в линейке Глюк. Это Берли Бразилия, Вирджиния Танзания и Вирджиния Испания. В Берли Бразилии содержится высокое содержание кокина, но его сахар стремится к нулю. Вирджиния Танзания, наоборот, обладает большим количеством натуральной сладости, и они таким образом друг друга очень сильно дополняют. И Вирджиния Испания используется ради того, чтобы добавить приятную кислинку. В Танзании сладкий табак, приятный, натуральный, немного земляной. В Берли Бразилия, скорее, более ореховый, и кислинка Испании в совокупности дает очень прикольный и приятный табачный купаж, в моем понимании. А на что влияет сахар? Каково его вообще значение в табачном сырье? Во-первых, он влияет на впитываемость ароматики. Очень сильно. А второй момент, в конечном итоге ты считаешь количество сахаров на готовую продукцию, исходя из того, какое количество сахаров у тебя содержится в табачном листе. Так как это жаростойкость табачного купажа. Сахаров зависит от жаростойкости. Жаростойкость и вкус. Вообще, изначально варк табака – это кавендизация, определенный процесс кавендизации, который был придуман еще в 1500-х годах. А создателем табака «Кавендиш» являлся капитан Кавендиш. Я знаю. Да, это именно так. Он назван в честь его фамилии. И он обнаружил интересные свойства. Когда он заливал сухой табачный лист ромом и заворачивал его в холчевые куски, соответственно, парусов. Он настаивался. Сахара, которые содержались в роме, пропитывали табак. И это положительно влияло на его курительные свойства. То есть он обладал тонким, приятным ромуловым привкусом. Кроме того, он медленнее горел. Именно для этого на данный момент многие используют мед, либо патоку, для того, чтобы сохранить намного дольше процесс курения табака в кальяне. Иначе бы он очень быстро прогорал на самом деле. Кроме того, натуральный растительный глицерин мы используем. Вообще у нас все натуральное. И табак, и растительный натуральный глицерин, и ароматику мы везем, натуральную, из Штатов. Но это не эфирные масла, это именно выжимка натуральная из продуктов. То есть чем отличается идентичный натуральным ароматизатором от натуральным? Идентичный можно получить из нефти, например, то же самое, из пластика. А у нас ароматизаторы целиком, полностью из натуральных продуктов. Скажи, пожалуйста, у многих, кто попробовал твой табак, складывается мнение, что он недостаточно ароматизирован, что он не слишком яркий. Почему так? Специально ли это сделано? Как ты вообще считаешь? Ароматика не суперяркая, но она целиком полностью насыщает вас. То есть она медиум арома. Почему в моем понимании медиум арома? В связи с тем, что я когда-то ориентировался на табак танжирс, как я и говорил, это купаж приятной ароматики с ноткой табачного листа. В связи с тем, что табак, кальянный табак, это все-таки первостепенно, это табак. И если забить целиком табачную ноту, то вы не получите тех эмоций, тех ощущений, которые хотелось бы донести вам в процессе курения табака Соколовский. Масс-маркет на сегодняшний день требует яркую ароматику. И я бы не сказал, что она прям у нас не яркая. Она довольно-таки яркая. Просто она имеет более мягкий процесс. Табак имеет более мягкий процесс курения с ноткой табачного листа. Это мое видение. Так, наверное, я вижу. Окей, да. Ты создать табака, это твое полное право. Скажи, что нам ждать в дальнейшем? Какие планы, какие цели, какие-то будут изменения? Чего нам ждать от компании Соколовский? Ну, как я и говорил, в дальнейшем мы планируем выпуск еще двух-трех линеек. Я думаю, что это произойдет в ближайшее время, поскольку мы только выходим на рынок, прощупываем его, скажем так. И, может быть, я не говорю об этом точно, но мы придем к хай-ароме, но мы не избавимся от табачного после вкуса в связи с тем, что это все-таки табак, и это важно для нас. Но это будет идеальное сочетание, в моем понимании, хай-аромы и легкого табачного послевкусия. То есть на данном этапе мы ведем активную работу и улучшаем продукт именно в эту сторону. Круто. Илья, и напоследок, я хотел бы задать тебе вопрос. Что ты пожелаешь всем, кто посмотрел это видео, нашим подписчикам? Что бы ты им сказал? Я хотел бы сказать спасибо, что вы посетили канал Хука Босс. Хотел бы сказать спасибо, что вы посмотрите интервью. Если вы досмотрите его до конца, то это будет вообще прекрасно. Хотел бы пожелать вам наслаждайтесь культурой кальяна, вникайте в нее, учитесь. Это очень интересно и это очень глубокая культура. И я надеюсь, среди вас очень много творческих людей, которые помогут творить мне вместе, потому что для меня очень важно ваше мнение. Я хотел бы попросить вас оставляйте отзывы у нас на сайте, потому что вы сможете стать частью создателя действительно оригинального, качественного, отечественного продукта. И спасибо тебе, Андрей, что позвал меня, что мы пообщались с тобой, так приятно. Спасибо, что пришел, было приятно поболтать, пообщаться, я узнал нечто новое. Друзья, спасибо вам всем за просмотр. Если вы не услышали ответы на какие-то вопросы, которые у вас есть, обязательно задавайте их в комментариях, мы с Ильей постараемся максимально подробно и конкретизированно на них ответить. А также не забывайте, что ваши лайки и подписка как ничто мотивируют на создание более качественного и интересного контента. Всем дым, друзья, и до новых встреч. Счастливо. Пока.